В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Сущепотева. Здравствуйте! Невозможно представить дату круглее, чем 100 лет. Такое редкое событие удается отметить, к сожалению, не всем. В числе счастливчиков оказалась жительница села Воеды Шамсизиган Галимединовна Якупова. 16 июля 2023 года в кругу многочисленных детей, внуков, правнуков и праправнуков она отметила свой 100 день рождения. Поздравить юбиляра с таким значимым событием приехал глава администрации Инаульского района Ильшан Вазигатов. Шамсизигана породилась и выросла в деревне Байгузина. После школы прошла курсы тракториста и села за руль. В 25 лет вышла замуж за воединского парня и осталась здесь на всю жизнь. Вместе с супругом они прожили без малого 50 лет. Воспитали двух дочерей и трех сыновей. Якупова никогда не боялись тяжелой работы, всегда держали большое хозяйство. Сегодня в теплом семейном кругу Шамсизиган Галимединовна в хорошем расположении духа отметила свою красивую дату. Дети и внуки любят свою бабушку за веселый нрав и большое любящее сердце. Без бүгін әнкейнің 100 яшты юбилейіна жейлдық. Біз әнкейі біз білін әткейі бізің бірге тұрғанларына елде ел бірге тұрдылар. Бік тату бік, йоқшы ешәділер. әнкейі біз біз бік ішшен. Аллар бізге семьяның недейкені ұратып, шуға құрадыр біз бар, біз да семьялы. Семьяларығыз, балаларығыз, олыпларығыз бар. Әнкейін Біз әнкейі біз үл ұрылғанлары? Әнкейі бізің білін ұрылғанларың біз әнкейдің біз үш үш құрақ. Пожарная безопасность В нашей стране создали органы Государственного пожарного надзора. По данным МЧС, сейчас в них служат более 14 тысяч сотрудников. Каждый день они отвечают за сохранение человеческих жизней, здоровья и имущества. В Янаульском отделе трудится 6 человек. Они отвечают сразу за 4 района – Болтачевский, Бураевский, Татышлинский и Янаульский. Ежедневно сотрудники Государственного пожарного надзора выезжают на пожары, проводят расследования для установления причин и виновных лиц, проводят обследования объектов по укрепленности и пожаробезопасности объектов, расположенных на муниципальных территориях. Проводят профилактическую работу с обслуживающим персоналом организации в частном жилом секторе граждан. То есть проводят большую работу по культуре поведения граждан не только в быту, но и в общественных местах. Также поведению граждан на воде, в лесах. И вообще для предупреждения любой чрезвычайной ситуации проводится профилактическая работа сотрудниками Государственного пожарного надзора. В зону действия и надзора, и охрану объектов входят более 1800 объектов и более 110 тысяч населения граждан. Ежедневно с честью и достоинством сотрудники Государственного пожарного надзора исполняют свой долг по охране государственных объектов, это школы, садики, больницы, объектов с массовым пребыванием людей и частный жилой сектор. От всей души поздравляю сотрудников Государственного пожарного надзора и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в дальнейшей службе. Торжественное открытие бюста Героя России старшего лейтенанта Игоря Насибулина прошло на монументе боевой и трудовой славы 14 июля. В этот день Игорю исполнилось бы 28 лет. Но в памяти его родных и близких он навсегда остался 26-летним сыном, братом и сослуживцем. Указом президента Российской Федерации от 15 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, старшему лейтенанту Насибулину Игорю Леонидовичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Почтить память Героя собрались родные и близкие Игоря, неравнодушные и на улице официальные лица. Перед собравшимися выступил председатель Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. Настоящий офицер, командир танковой роты, он до конца остался верным своей родине и воинской присяге и погиб, спасая своих товарищей. В себе Насибулина все военные. Отец Леонид Гельмарович дослужился до звания майора. Старший брат Александр, тоже майор, офицер Российской Армии. Игорь с детства мечтал стать офицером и был очень рад, как эта мечта наконец реализовалась. По зову души он принимал участие в специальной военной операции. Его имя навечно писано в пантеон Героев нашей страны и родной республики. Игорь не смог поступить бы иначе. И он погиб, спасая нас от новой коричневой чумы, охватившей Украину. Никогда мы не думали, что братское государство, народ, который вместе с нами защищал единую нашу страну в год Великой Отечественной войны, окажется зомбировано этой нацистской чумой. К словам скорби и поддержки присоединился глава администрации Янаульского района Ильшат Вазегатов. Такое воспитание сформировало его личность и взгляды на мир. Он пример беззаветной любви к Родине и верности присяги для многих молодых людей. Наши парни, военнослужащие, с гордостью носящие военную форму, следуют стопами своих дедов и прадедов времен Великой Отечественной войны. Они продолжают их дело, стоя на защите Родины и уничтожая нацистских преступников. Игорь Насибулин стал одним из них, вписав свое имя в историю нашей страны, Республики и Янаульского района. Игорь вернулся на Малую Родину героем и занял свое достойное место на Центральной площади среди трех героев Советского Союза Янаульского района. Автор бюста, член Союза художников Республики Башкортостан, лауреат международного конкурса скульпторов Халид Галиулинг. За профессиональное мастерство глава администрации района выразил слова признательности и благодарности скульптору от жителей всего района. Военный комиссар города Янаула, Янаульского и Калтасинского районов Марат Харрисов в своем выступлении отметил особые качества Игоря. То, что он был настоящим офицером, показывает, что уже после двух лет, после выпуска, уже старший лейтенантом еще стал командиром роты. Это показывает, что он был волевым человеком, мужественным командиром решительным и был преданным к своей профессии. Он в этой профессии был не случайный человек. И когда началось боевое действие на Украине, он опять же проявил свой характер. Он не прятался где-то за спиной, как солдат. Он был всегда впереди. Он защищал своих подчиненных. Это говорили его сослуживцы, это и говорит его подвиг, что он совершил. Едва сдерживая слезы своими эмоциями, поделилась мама офицера Розы Насибулина. Ну вот уже целый год, три месяца и 15 дней теперь приходится про него говорить был. Роз он простым человеком. Не обладал никакими суперспособностями. Ничем не отличался от всех от нас. Роз он обычным мальчиком, отзывчивый, добрый и друзей было много. Нам кажется, что все его любили. Хотелось, конечно, чтобы он был солдатом, защитником, чтобы Роз достойным. Так и воспитывали в нем это. Мы знали, что наш сын никогда нас не подведет, что своим знанием и умением добьется больших успехов, но не такой ценой, ценой своей жизни. Я мать. Игорь для меня жив и будет жить. Мы очень надеемся, что многие будут помнить имя простого российского парня, который отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли жить под мирным небом. В торжественной обстановке почетные гости и родители открыли бюст героя Российской Федерации. Возложили цветы и почтили его память с минутой молчания. Многие помнят Игоря как человека яркого, смелого и жизнерадостного. Именно такой образ веселого и бесстрашного танкиста постарался передать скульптор в своей работе. Сегодня день рождения Игоря. Исполнилось бы 28. Второй раз уже отмечаем без него. Так, конечно, тоже. Иногда только получалось, пару раз может. А так постоянно. То учеба, то служба. Так получилось, что 28 лет было бы. Теперь уже без него отмечаем. Что касается памятника, ну, это копия Игоря. Спасибо скульпторам, спасибо администрации. Все говорят, что Игорь похож на меня. Об этом, наверное, сами можете судить. Похоже, не похож. Мы же тоже ездили в Уху, редактировали там, где что подправить. Он такой был жизнерадостный по жизни. Веселый. Ну, к тому же, был требовательным своим подчиненным. Вот мне сочетают вот это и требовательность, и жизнерадостность. И жить. Жизнь любил. Постоянно сослужисты говорят. Я, говорит, хочу жить. Бюст боевого офицера стал продолжением архитектурного ансамбля монумента боевой и трудовой славы, где золотыми буквами вписаны в историю имена героев Советского Союза. Теперь в одном боевом строю с ними Игорь Насибулин. В середине лета во всем мире отмечают Международный день головоломки. В этот день, 13 июля, свой 79-й день рождения, отпраздновал венгерский изобретатель Эрне Рубик, создатель легендарного кубика Рубика. Занятная игрушка в 80-е годы была у каждого ребенка. Сегодня она вновь приобретает былую популярность. Молодые люди по всему миру стали увлекаться спид-кубингом – сборкой кубиков Рубика на скорость. Есть любители этого вида спорта и в нашем городе. 15-летний гимназист Расуль Тимир Галиев увлекся сборкой еще в пятом классе. С тех пор изучил немало интересных схем и с каждым годом улучшает свой результат. Вместе с другом Динаром Габдрахмановым они часто устраивают соревнования на скорость. Кстати сказать, в этом году в Янауле прошел первый турнир среди любителей головоломок, где Динар занял второе место, а Расуль стал победителем. Когда я был маленький, я вся в коробке от игрушек старых нашел плохой кубик очень, и решил его собрать, начал в интернете учиться, посмотреть обучающие видео. Формулы надо учить, последовательность, какие формулы за какими идут, с кем есть очень много. Они разные для разных ситуаций. Там для первых секунд и для последних там совсем разные алгоритмы, надо каждую учить. Рыбка есть, 9.00, палка есть. Самый первый этап, это надо крест собрать, потом сразу оба два слоя первых, потом полностью желтый слой сверху и уже верхний вот этот слой собирать. Мой личный рекорд был в секунд 17. Я очень хотел поучаствовать, и в Иоаннауле наконец-то первый раз я поучаствовал, мне понравилось. И теперь еще хочется куда-нибудь поучаствовать где-нибудь. Телефонные мошенники похищают со счетов россиян до 5 миллиардов рублей ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тысяч рублей. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банков или правоохранительных органов. Звонящий сообщает о попытке взлома или блокировки банковской карты, подозрительных действиях в интернет-банке, пропущенном платеже по кредиту или угрозе штрафа по надуманному обвинению. На самом деле сотрудники службы безопасности никогда не звонят клиентам. За прошедшую неделю на территории Республики Барш-Картастан зарегистрировали новый вид мошенничества. Гражданке поступил звонок от мошенников, которые представились операторами сотовой связи МТС. Гражданке сообщили, что ее абонентский номер будет заблокирован, согласно ли она с данной операцией. Гражданка ответила, что не согласна с блокировкой своего абонентского номера, после чего мошенники сообщили, что вышлют на ее абонентский номер смс-сообщение с кодом, который необходимо передать им. Гражданка, получив смс-сообщение, передала данный код мошенникам, после чего они получили доступ к ее банковским счетам. При этом у данной гражданки не было никаких банковских карт пластиковых, а только был открыт банковский счет. Также у данной гражданки находился телефон, простой, кнопочный, у которого не было доступа в сети интернет. Даже не имея банковской карты, гражданка лишилась своих денежных средств, которые находились на банковском счете, а это более 1 миллиона рублей. Поэтому хочу обратиться к гражданам. Уважаемые на улице, будьте бдительны, не принимайте звонки с незнакомых номеров, не передавайте смс-коды третьим лицам. Помните, сохранность ваших сбережений зависит только от вас. До начала нового учебного года осталось чуть больше месяца. Многие родители уже всерьез занялись поисками подходящей одежды, канцелярских товаров и принадлежностей для школы. К сожалению, не у всех семей есть возможность купить для своего ребенка даже самое необходимое. Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит в нашем регионе в 13-й раз. О том, кому и как можно помочь, нам рассказала руководитель службы семьи в Янаульском районе Гульшат Сахапова. С 1 июля на территории Янаульского района, как и на всей территории Республики Башкортостан, стартовала акция «Помоги собраться в школу». Данная акция инициирована Министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. Она является ежегодной и в этом году она 12-я по счету. Целью данной акции является помощь в подготовке школе детям из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В рамках данной акции мы осуществляем сбор в нашей службе канцелярских товаров, портфелей, формы, наборов для рисования и других предметов, необходимых в школе. Сбор осуществляется в нашей службе по адресу Советская, 21, кабинет 115. Необходимо отметить, что вся собранная благотворительная помощь будет передана детям из семей, которые оказались в ТЖС. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный. Ночью 5-10 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 20, плюс 25 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok 18 июля. Памятная дата военной истории России. 18 июля 1770 года. Сражение при Ларге. Русские войска Румянцева разгромили превосходившую в два раза турецкую армию. Румянцев использовал тактику передвижения войск колоннами, которые в бою обращались в рассыпной строй. Битва обернулась стратегической победой для России. За успех на реке Ларга Румянцев первым из военачальников был награжден орденом Святого Георгия первой степени. Наш пакет круче. Чем же? У нас быстрый интернет и кабельное ТВ. А у нас быстрый интернет, интерактивное ТВ, плюс онлайн кинотеатр ВИНК. Смотрим мы телек и кино на пяти устройствах. Подключайте пакет 3 в 1 от Ростелекома всего за 600 рублей в месяц. Давай дружить! Ростелеком. Технологии возможностей. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. А почему в сказках всего по три? Три богатаря! Три поросенка! Три желания! Потому что три – счастливое число! А нас двое! Ладно, будет вам третий поросенок! Пока ты! Чисел много и какое счастливое решать вам! А я слышал – счастливое число семь! Ты всегда понимал, чего хочешь. И на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту. Как распознать мошенника. Если вам сообщили по телефону или прислали СМС-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована, то прежде чем отправлять свои данные, позвоните по горячей линии официальным представителям банка. Срочно нужны деньги, чтобы спасти родственника? Позвоните родственникам и уточните полученную информацию. Вы неожиданно выиграли приз? Не отправляйте свои паспортные данные. Вас просят перейти по ссылке и переслать ее друзьям? Ни в коем случае не открывайте никому не пересылать. Если к вам пришли работники социальных служб, то прежде чем открыть дверь, попросите показать их свое удостоверение или позвоните в их организацию. Если к вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства или другие пищевые добавки, позвоните в любую из отца города и уточните действия данного препарата. Как предотвратить мошенничество? Не используйте один и тот же пароль для всех интернет-ресурсов. Не соглашайтесь на различные виды гаданий. Не давайте денег в долг без расписки. Нашли сумку, портман и кошелек? Не вступайте в диалог с незнакомцем. Позвоните в полицию. Пап, а там звери живут? Они сгорят? Давай спасем их. Совершает подвиг не только тот, кто тушит. Останови огонь. Вызови пожарных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok